Дипфайл, дамы и господа, вещает для вас НБК и вещает он про новый патч Варно, который внезапно вышел сегодня посреди белого дня. Как вы знаете, Eugen Systems компания французская и соответственно французского законодательства август это период отпусков. Но каким-то чудом сейчас у нас 29 августа и Eugen выкатывают новый патч на Варно, который видимо призван резко поменять ситуацию или хотя бы вернуть ее прежней. Все ожидали так называемый патч уже ближе к сентябрю, так как считалось, что Eugen будет спокойно сидеть в отпуске и ничего не делать. Но тем не менее, патч Макдональд не путать с Рональдом Макдональдом, это у нас французский маршал. Здесь можно почитать его биографию, мне честно не интересно. Вот, что нам добавляют? Операция за британцев, одиночная, как я уже говорил, то есть одиночные операции меня интересуют, будут интересовать точнее в тот момент, когда они выйдут хотя бы все. Тогда я их обязательно сыграю, сделаю про это серию роликов, посмотрим, что они там наделали. А пока так. Ранкедные карты. То есть много жалоб было на неудобные карты или на, например, Блэк Форест, вы точно помните, я жаловался на то, что там огромная дурацкая лесопилка, огромные леса, в которых можно провести просто нереально огромные входы и бойня там выглядит просто глупо. Также улучшены варианты Death Row of R-Tick, а, кстати, вот эти две карты я не жаловался, потому не знаю. Впрочем, мы сегодня увидим одну из новых карт. Про операцию можете почитать. И если вкратце, это у нас что? Британская Armored Division, да, бригада, удерживает где-то оборону. Значит, оборонительная миссия за британцев. Ничего такого сложно. Дуэлл Мапс, так называемые, другие новые карты. Посмотреть у нас на них просто не будет времени в целом. Аэропорт также был обновлен, потому что игроки на него сильно жаловали в том числе. Но, к сожалению, пока на Варноне не можем столько времени выделить, но в целом оно как-то так. Массивный геймплей патч. Здесь мы уже, наверное... Ну, в целом, в целом, ладно. Как вы и помните, проблема была в том, что пехота очень медленно умирала, были медленные перестрелки. Разрабы решили вернуть ППшки, винтовки, пулеметы на предыдущий урон, либо даже улучшили. То есть, пехота теперь воюет более летальным исходом. В целом, сказали нам, взрывов стайла больше, взрывы бафнули. Теперь взрыв это взрыв. То есть, таким образом, честно говоря, очень много они написали. Вот я не понимаю, как можно написать? Оверрол аджастмент. То есть, что-то где-то улучшили, что-то где-то улучшили, что-то где-то улучшили. Очень тяжело это разбирать. Честно, почтно, это особо не помогает. Особо не помогает. То есть, поэтому мы сейчас скоро и перейдем к просмотру реплея. Но, в целом, мы видим улучшение стрелковки, улучшение взрывов. То есть, всего фугасного урона. Все это решение той проблемы, о которой я говорил в прошлом видео. То есть, то, что у нас юниты не умирают, а в первую очередь это пехота. То есть, тут они, кстати, говорят, что да, вот мы внезапно появились. Мы снова в деле, мы работаем и так далее. Переходим к самому ворно. И сначала глянем деки. Я особой разницы не заметил, но, скажем так, сначала я захожу в игру и собрал свою любимую деку, 7-й панцир, ГДР. И думаю, ну, сейчас поиграем. Проблема первая. Доступность танков. Танки все так же надо обязательно лычковать. А их сейчас очень мало в ГДР-дивизии. То есть, это количество танков. Либо вам надо не лычковать их и смириться с тем, что они будут бесконечно мазать. Либо лычкуете, но готовьтесь к тому, что у него закончится где-то к середине боя. Я в первом же бою попал на первого лейтенанта, у которого был 5-й панцир. 5-й панцир это немецкая бронетанковая дивизия. В которой просто орда танков 2-4 и 2-3. К тому же, целая огромная толпа минадеров на Мардере. Мардер в данной игре, в отличие от варгейма, спамится куда более активно. Посмотрел я на это и зашел за британца. Собрал кучу топ-танков и пошел в бой. Честно, разница сразу была на лицо. Итак, бой первого бронетанкового Британии против СССР, 79-я гвардейская танковая дивизия. Напоминаю то, что у нее убрали УМ, точнее УД. То есть, это дивизия танковой без топовых танков. У меня же нормальная танковая дивизия, у нее есть топовые танки. Также, что еще сразу отмечу, то, что там было почтноуток. Гаубицы теперь, мало того, что наносят более серьезный урон, но у них очень интересное улучшение. Время сведения они уменьшили. Зато, точнее, да, они уменьшили время сведения и уменьшили скорострельность. То есть, гаубица быстро сводится, медленно откидывает залп. Но, честно говоря, это не имеет значения, потому что она очень быстро сводится. И вы в этом бою обязательно увидите. Также, к вашему вниманию, предлагаю новую карту. Это вам знакомая карта 1 на 1. Если вы смотрели прошлые ролики, обязательно видели. Здесь был сектор широкий, здесь был сектор широкий. И пробуется новая концепция. Сектор растягивается только на сам город. То есть, чтобы не было этого бесячей херни, когда сюда в угол загоняется командир, и зона становится нейтральной. То же самое происходило здесь. Теперь у нас есть две двойки, две единички, которые представляют спорные города. И то же самое с другой стороны. Кроме того, что красная сторона имеет всего один респаун. Бетонированный, естественно, захватить невозможно. И синяя сторона имеет два респауна со своей стороны. Один из них только наземный. Сразу же отмечу, на мой взгляд, красный респаун, то есть красная сторона, намного сильнее. Потому что ваши двойки, они очень далеко. И они плотно защищены. То есть, вот ваша одна линия снабжения, вот ваша вторая линия снабжения. Вы забираете Зулу, и вы можете даже не трогать сектор Оскар и направляться на Лиму. Расстояние минимальное. Но попался я с плохой стороны, на мой взгляд, естественно. Возможно, некоторые игроки так не считают. И это только мое мнение. МЛД со старта. Сканирует воздух, рекон-вертолет сбивается. Противник использует превосходную оптику. И также хочу сказать то, что непонятно, в почтноуте ничего не написано. Но разведка будто стала хуже. То есть, и возможно, по этой причине данный игрок использует превосходную оптику. Потому что в данный момент, что видит он, ни хрена. Вот что вижу я. Тоже ни хрена. Хотя вот вроде баррикон высвечивает. Что-то должен-то высвечивать, да? Нет, ну, видимо, еще не совсем. Я вам честно скажу, то есть, по игре ощущалось то, что я ни хрена не вижу. Я разведчиков ворну так часто не вызывал никогда. Возможно, это связано с тем, что они добавили стелс к турам и к туровоскам. То есть, у всех у них средний стелс. И даже при выстреле они не особо палятся. То есть, то это даже касается втуровозок. То есть, вы видите, втуровозки со средним стелсом, это означает то, что без хотя бы хорошей оптики их не обнаружить. А танки, я напоминаю, у нас, естественно, слепые по большей части. То есть, а нет, в эти оптики среднего танка. Точнее, я не знаю, у них есть медиокр, а есть нормал. Я так понимаю, нормал это лучше. Вот сейчас меня стреляет тур, и я его не видел. То есть, вот меня стреляла БМП-1, и ни Войлер, ни Чифтен его не видят. То есть, поэтому уж он стоит в посадке. Но это максимальное расстояние, так что допустим. Моя идея была атаковать сектор X-Ray, потому что я решил, что что мне еще делать на этой карте, иначе мне просто скучно. Воевать за тот сектор неинтересно. Поэтому просто взял и нагло поехал. В целом, я сейчас думаю, что... Возможно, синяя сторона даже все равно неплохая, потому что есть вариант выйти на вот этот вот простор. Но все равно подкрепление мы не перережем. То есть, для сектора Зулу. Поэтому все-таки я настаиваю на свое мнение, что красная сторона намного легче играется. Вы можете надавить и на Оскар, и на двойку, причем имея намного меньшее расстояние. В синей стороне, чтобы надавить на X-Ray, нужно вот такую вот аж загогулину делать. Командирский танк. Все правильно. Очень много обтуровозок расставляет противник. И я жрю, у них реально есть смысл в данной игре, потому что у них стелф повышенный. Очень часто они по мне стреляли, и я не видел их. Чифтайный первый врыв. БМП-2. И танк Т-80Б. Вот так вот красиво это все выглядит. Напоминаю, варно графика покруче. Побежали мотострелки. И чифтайный, это не лучшие танки для Close Combat. Опять же, не знаю, 20-й Penetration он настоящий или нет. Потому что в прошлый раз, когда я на него указал, мне сказали, что это графический баг. И 19-й пробой Т-80Б. Не совсем понятно, правда это или нет. Потому что по меркам варгейма, 20-й пробой иметь на таком танке, это нечто. Так же, как и иметь 19-й пробой на Т-80Б. Разбивается мой въезд. То есть вовремя были вызваны танки от противника. За что ему часть и хвала. Командир сворачивается обратно. План Б. Чалленджер Mark II. Не путать со вторым чалленджером. Это у нас первый чалленджер Mark II модификации. Такое у нас есть в варгейме за 115 поинтов. Но в отличие от варгейма, здесь у него повышенная скорострельность. И самое главное, повышенная точность. Остатки у него 20 на 20, что является таким вот эталоном, можно сказать. Варриор Миланы здесь хотел вступить в бой. Не получается. Метисы и БМП-1, то есть отбиваются птурами. Как ни странно. Здесь, кстати, также, да. Есть у них птуровозка, которую мы не видели в варгейме. На ней можно возить птуры. Так как птуры в данной игре сейчас наносят очень большое подавление после попадания. Их есть смысл очень много брать. Начинается сражение здесь. Здесь противник, я, в принципе, советачиваем все силы здесь. Здесь, конечно, страшная ситуация. Учитывая, что у противника здесь огромная армия. У меня здесь, ну, такая вот очень-очень-очень такая слабая заслойка. Но посмотрим. Бой чувствуется, темп, очень не спеша. То есть, и самое главное, чувствуется, как он проходит на истощение. То есть, по сравнению... Я не особо играл в прошлый патч. Как вы видели, что происходит там с резервистами. На мой взгляд, это выглядело совсем ужасно. Но здесь я, честно говоря, играл и почувствовал интерес. Вновь играть варно. Но в первую очередь от тяжелых танков. Потому что, на мой взгляд, сейчас все решается за счет истощения. То есть, вот мои танки лучше. Противник собирает три танка. Но, по-моему, у него не очень получается. Просто два челленджера минус танк. Это был командирский. Да, мои челленджеры иногда уходят в раут от попадания бтуров. Но ничего страшного. Главное, что не выживают. Но этот не выжил, потому что вывернулся бортом. В целом, повоевали. Откатились, задымились, поремонтировались. Едем дальше. Количество топов, на мой взгляд, сейчас будет очень сильно решать. И, в первую очередь, за счет того, что они начали очень сильно дамажить. Пехота начала друг друга очень быстро убивать. Очень сильно начали дамажить танки. И, вообще, весь фугасный урон, по ощущениям, вырос. То есть, вот видели, как там скосила моментальная разведчика. Здесь нет такой херни уже, как в прошлом патче. По крайней мере, по моим ощущениям. Милан-2 работает. Отлично попадание. Длинная рука советских танков откидывает. Неприятно. Вот, на Х-2 сейчас. То есть, пехота заходит вместе с танчиками. Стун получился от попадания РПГ. Но, по крайней мере, сейчас урон проходит нормально. То есть, вот, по пехоте в поле урон прошел хороший. То есть, выглядит это сейчас более принятно, на мой взгляд. Ну, может, либо я, честно говоря, не до конца хорошо сравниваю с прошлым патчем. Но, на мой взгляд, я сейчас почувствовал примерно ту же игру. Что была на патчах, так называемой, танковой меты. На которой я, в основном, и накатал все свои ролики, которые сейчас есть на канале. Стоит здесь противник, не двигается. Воюем пока здесь. И, в основном, воюем на танках. Вот, кстати, какие огромные шлепки. Это от гаубиц. Это всего лишь гвоздика. Это даже не акация. То есть, и взрывы-то нормальные. И они дамажат, поверьте. Если нам сейчас здесь покажут, чтобы одно попадание было именно в цель. Теперь пойми, куда гвоздика стреляет, конечно. Танковые перестрелки продолжаются не с пользу противника. Потому что у меня лучше танки. То есть, я же, я первый же бой сыграл. И почувствовал, что у кого танки сильнее, тот и сильнее. Вот, гвоздика. Смотрите. Гвоздика вонючая. По челленджерам хп-шки снимает. Контузия падает. Вот это, вот это арта начала работать, я вам скажу. Арта, по ощущениям, начала чуть лучше работать. Но, в целом, перестрелки происходят за счет туров, за счет брони. А БМП-шки Warrior для этого вообще классная тема. Да, у них третья броня, не такая, как в Wargamer. Была бы шестая броня, а ЦБ бы им не было. Но, и этого достаточно. Так как есть челленджеры, которые будут принимать на себя основной урон. Перестрелка с советскими танками более-менее удачная. То есть, да, как я и говорил, опять же, контузия, туров проходит, сумасшедшая. Но, при этом, мы можем делать то же самое. И, во-вторых, при этом челленджеры будут выживать. Противник, видимо, понимает, что что-то ему на танках-то не получается с этим ничего сделать. Вызывает воздух. Но, Рапира, отличная ПВОшка, знакомая нам из Wargamer. Шестой фугас, много боезапаса. Стреляет их подряд, и Грач падает. Моментально. Не нанося никакого урона. Вот, Гвоздика опять упала. Но это был один снаряд, поэтому не особо. Но самое главное то, что они теперь очень быстро сводятся. То есть, сейчас я уже вывожу свои гаубицы в ответ. Сейчас вы будете просто видеть, как перманентно будут снаряды гаубиц летать. Возможно, это правильно. То есть, это как пассивный урон. Учитывая, что в этой игре их можно выставить на автострельбу. Это очень даже неплохо. Тунгуска была начнешна Вориером, но здесь вертолеты подлетают. ПВО мобильного нету. Краталей, ни штормеров, ХМВ у нас, естественно, нет. Вот, то есть, вот сейчас нормальная перестрелка, то есть, происходит. Урон-то проходит. То есть, нету такой херни, как в прошлом патче, то, что вот этот сапер выживал бы тысячу лет. Или армрайфлс бы точно так же выживал тысячу лет. Нормальный фарш. То есть, даже на скорости Х1 для меня это было прям фарш-фарш. Очень много птуров, очень много всего происходит. То есть, не успеваю контролить, если честно. То есть, пытался как-то распарить танки. И что мне нравится в Варно? Это массивность. То есть, в варгейме я никогда 4 топ-танка в один на один не вытащу. А это один на один, как бы. Красота. Просто красота. Попадание ответное в туром. Раут, вот гаубицы начинают работать. То есть, моментально. Очень много. То есть, в тур вот миномет раньше нельзя было уничтожить, а сейчас нормально прилетает. Просто во все стороны. И даже оботы я не постеснялся вытащить, просто потому что это гаубица, а гаубицу убафнули. Значит, абсолютно любая гаубица будет работать. Не варгейм, конечно, но уже лучше. Вот пехота заходит в лучших традициях прошлого патча. И что-то она уже не так хорошо себя чувствует. Здесь, конечно, произошла ошибка. Показываю, почему произошла ошибка. Здесь 2 чалленджера оставались. А 2 чалленджера, которые атаковали в это время все время во фланг, переводились быстро на фланг. Как я и говорил, здесь расстояние минимальное. И в любой момент просто происходит вот такой рывок. То есть, просто произошел моментальный рывок. Я его, честно, даже не сразу и заметил. То есть, пришлось резко реагировать, переводить дешевые танки. Это у нас чифт тайны. Бам! 1 хп сняли. Не больно. Абсолютно. И теперь при поддержке бронетехники надо это все очень сильно вычищать. Зато мы здесь полностью достигли успехов. Милан 2 добил последний ханг на данном фронте. Какие хорошие звуки, как двигатель затихает. Грач попытался вылететь. Получил в борт, это самое для него неприятное. Успевает убить лишь один вориар. Ира, пира нереально мне везет на самом деле. Ну, прям в тур падай, ну. Хопец, да? Красиво выглядит игра все-таки. Не устану это повторять. Вот, то есть гаубицы просто моментально свелись. По одному чуваку хотя бы снимает, но при этом она лупит очень часто. Поэтому вот это вот нормально уже чувствуется. Гвоздика, кстати, заправил. Да, кстати, я контрбатарелил ее все-таки. Здесь, то есть, также аббат. Ну, это аббат стреляет. Здесь, конечно, уже особо урон не пронесешь. Все равно проблема, вот почему-то вот по Тунгуске, по-моему, вот, если не прямое попадание, то урона нет. То есть, вот это какая-то странная проблема. То есть, Тунгуску даже не контузило. Зато вот она, старая добрая школа варгеймовская. Подвозим ДПС, подвозим разведчика и выносим дома нахер. То есть, старая добрая тема вернулась. Бронетехника решает, как и должно быть. Вместе с артиллерией. При условии, что я, кстати, гаубицы стрелял вслепую, нанести такой даже урон, то уже звучит неплохо. Хотя, конечно, самая главная задача таких гаубиц, выбивать вот такие вот цели вроде Тунгусок и всякие аптуры в посадках. Здесь очень страшная разведка. Кстати, надо отдать должное, я вообще не понял, как это произошло. То есть, РПГ-22, пятнадцатый пробой. Или БМП-1, что ли, да, лоффборты. И челленджер что-то поплохело челленджеру. Охерел он от такой ситуации. Полностью пробитый. Второй его брат его пинает, говорит, эээ, куда лезешь? Ладно, брат, я тебя прикрою, говорит. Вот это, я понимаю, урон пошел, да. Это мясо. Это рубилово. Гаубицы, лупаши, БМП стреляют. Теперь нету гребаных зомби-орды. Вышел из дома, сдохни, мразь. Вот это сейчас нормальный геймплей пошел. Вот честно, вот реально рад увидеть, то, что в Варно хоть немножко исправили. Потому что этот аутизм было терпеть невозможно. Происходит нормальный такой фаршмак. Даже не знаю, какая моя любимая дивизия будет, но британцы это мои любимчики в принципе. То есть вот, вот, вот. А что так сложно было, чтобы так всегда было? Зачем мы это убирали? Вот пехотинца нашли, уничтожили. Т-80 БВ. Оп. Неприятно, да? Чифтайн там на двух ЭПшках откидывает. Минус Т-80 БВ. Полностью пустая зона. Опять же, да, вот вопрос. То есть чувак атаковал, потерял всю армию. И новую вызвать не успел. При этом он новую вызвал сюда, потому что я его здесь атаковал. То есть при этом, ну, карта интересная, кстати, как-никак. Играть мне было интересно. Распределять силы, бояться вылетов на разные фланги. Потому что тяжело прикрыть всю карту ПВОшками. Очевидно. На широких картах я всегда чувствую намного лучше, чем на узких. Потому что это уже вопрос стратегического мышления. То есть вот такой широкий бой происходит. А так что, возможно, карту переделали к лучшему. Намного шире стал фронт. Намного интереснее стало здесь играть. Потому что раньше это было просто непонятное мясо. Здесь отходит от огня гаубица огневой вал целый. Можно сейчас САС уничтожиться даже от своего огня. Чалленджер получил урон. Это же иногда даже удивительно. Потому что какой-то фагот. То есть там полхп сносит танку. То есть надо быть очень внимательным с танками. ПРДМ. Здесь проблема с двигателем. Газели откидали нуры. Мы по варгейму еще помним. То, что нуры в борт или в корму танка могут нанести криты. В стиле разрушения ходовой. Либо двигатель может заглохнуть. Мотострелки на БТР-80. Что-то там, кстати, говорили про то, что на БТР-80 подняли бронепробитие. Но при этом оно не показывается. То есть, возможно, оно какое-то общее для всех хеви-машинганов. Пишет, что если тяжелый пулемет будет даже стрелять по армированной цели. То, как минимум, оно может выдать криты. В первую очередь по поводу оптик и даже радиоантенны сбить. Интересно. Дохватили зону. Отходим. Но Мид-4П так не думает. Офицер британский не вернется домой. Рапира, кстати, я не знаю, очень хорошо отрабатывает. Надо отдать должное. Здесь просто ДПСится. Танки выходят. Ну, вот сейчас пошла нормальная танк-мета. То есть, вернули танк-мету, по факту, на мой взгляд. И там еще будут еще изменения. Сейчас мы они прочитаем. И по ощущениям все будет хорошо. Как ни странно. То есть, да, немножко поправят игру. Баланс хотя бы вернется в более-менее играбельную ситуацию. Что я вам еще точно не сказал, это мы сейчас еще в арсенале глянем. Договорим о том, что я не договорил. Но бой примерно вот так вот заканчивается. Проходит. В основном, по ощущениям, начала снова ролять бронетехника. БМПшки, комбинации разведки, ПТУРов и тяжелой бронетехники. Наступление без тяжелой бронетехники провести тут, ну, по-моему, сейчас вообще невозможно. И еще самолеты, кстати, неплохо летают. Но вы-то уже будете сами смотреть. Улучшили поведение самолетов. Точно, да. Почтного тискали. Улучшили поведение самолетов. Томолеты теперь летают чуть лучше. Вот такая подбедка. А теперь еще покажу то, что я заметил. Потому что, как я говорил, патчноуты, честно говоря, как-то написаны, не как у дебилов. То, что я вам могу показать вот так. Четыре лычки появилось. Добавили четвертую лычку. При этом лычка элитная. Сказано разрабами, выдаются. В основном за счет командира. То есть, возвращается тема из стилдивизии, которую мы уже увидели на моем канале. Ну, это такой незнакомый со второй дивизией. То есть, условно, мы берем в основном все танки в лычке ветерана. Или, в принципе, мы все юниты используем. Ну, максимум, в лычке ветерана. И чтобы довести до максимальной, мы используем командира. О, кстати, челленджеры наконец-то начали получать лычку, ой, скорострельность от лычки. И теперь, если подвести командира к вот этим челленджерам, они будут очень смертоносные с такой скорострельностью. Это уже супер. Также, что можно отметить. Понерфили дивизии зомби-спама. Это, в первую очередь, Берлин. Понерфили тем, что теперь нельзя взять много карт резервистов. То есть, вот когда от шутся, нахоже, только две карты. Было больше. И что-то занерфили, по-моему, здесь по количеству. Ну, по-моему, почтения выглядело все равно много. Но весь сам спам, по-моему, перестал ощущаться так сильно. Поэтому не страшно. Ну, и при этом теперь у издевистов какая-то совсем страшная лычка, которая очень сильно режет статы. То есть, вы сами видите. То есть, красные-красные. Прям совсем, видимо, им плохо. То есть, опять же, непонятно, 36 это или меньше 36. Здесь 63 точно с нами метиси, но это элита. Это элитные, ребята. Ну, тут уже надо больше тестов проводить. Так сказать, не могу. Что еще мы точно поняли по гаубицам? Гаубицы у нас начали работать как пассивный урон. Как постоянный пассивный урон. То есть, накидывают перманентно практически из-за быстрого сведения куда угодно. Еще было в патч-ноуте про то, что ураганы улучшили. Но при этом увеличили их supply cost. Как это работает, я еще не проверял. Обязательно нужно будет это все смотреть. Но, как я говорил, то есть, на это надо выделить сейчас чуть больше времени. Подождем моего друга Минкара по поводу Варноу. И с ним вместе поиграем по тесте. Мы, может, что-то еще расскажем интересным про Варноу. В целом, наконец-то, играбельный патч. Да. То есть, вот это играбельный патч. Спокойно катайте на танчиках бронетехникой. То есть, сейчас большая часть дивизии будет играбельна. И все равно будет играбельный ВДВ, потому что можно летать. Условно. То есть, как оно и должно быть по логике. Плюс там быстрое развертывание. Птуры вообще страшные. То есть, в целом, уже от скилла зависит. Ну, что я опять заметил. То, что даже сталкиваясь условно слабыми противниками. То есть, там, рант-лейтенант, полковник и так далее. Ну, и у меня сам бригадник. Все равно игра идет долго. То есть, из-за того, что все равно нужно собрать два танка. А то и восемь топовых танков. Собрать кучу БМПшек. Собрать кучу ПВО. Ну, и почти все игры длятся долго. То есть, возможно, без чизов. То есть, любая игра будет. Это примерно такая же ситуация в стиле дивизии 2. То есть, вы там не можете быстро победить. Даже если вы превосходите на несколько рангов своего соперника. Или на несколько уровней игры. То есть, все равно надо будет планомерно сидеть. Выбивать. Уничтожать. Обходить. И так далее. Как-то так. На этом все. Спасибо за просмотр. Спасибо Снайперу за предоставление аккаунта. Для проведения обзора нового патча. И до новых встреч. Продолжение следует. Спасибо.